На этом уроке мы проведем морфологический разбор 19 айта И будет открыто небо и станет оно вратами Аль-Вау – это харф, поэтому пропускаем его и переходим к следующему слову ФУТИХАТ по модели ФУТИХАТ ФУТИХАТ – это ФИАЛИН, СУЛЯТИН, МУЖЕРРАДУН, САХИХУН, САЛЬМУН Трех букв на глагол без добавления Правильный здоровый глагол Что касается букву ТА на его конце, то это признак женского рода в глаголе «прощечь времени» Так называемый ТАУТТАНИТИССАКИНАТУ СУКОНИРУННЫЙ ТА женского рода ФИАЛИН МАБНИВЛИН МАЧГУЛИ – глагол «средательного залога», о котором мы уже говорили В основе было, например, «ВАФАТАХАЛЛАХУ ССАМАА» И Аллах раскроет или откроет небо После чего ФААЛЬ действующее лицо было изъято, удалено из предложений И действия связались с прямым дополнением Ведь и так понятно, кто откроет небо и превратит его во врата Если признаком действительного залога в этом глаголе, а также вообще в любом глаголе «прощечь времени» является огласовка «ФАТАХА» первой огласованной буквы, как, например, «ФАТАХА», где признаком действительного залога является «ФАТАХА» первой буквы, буквы «ФА» в данном случае А также глагол «ИКТАСАБА», например, где первой огласованной буквой, рассматриваемой как признак действительного залога, является третья буква «ТАХА» Так как первая буква – это «ХАМЗАТЛЬВОСЛИ», соединительная «ХАМЗА», которая в потоке речи, когда ей что-то предшествует, удаляется, опускается А если перед ней нет ничего, то она сохраняется, то есть читается, произносится А признак должен быть постоянным, а не колеблющимся, то есть, то его нет, так не должно быть Значит, «ХАМЗАТЛЬВОСЛИ», соединительная «ХАМЗА» не годится для этой роли, роли признака действительного залога Вторая буква – это «КАФ», она имеет сукун, из-за чего, собственно, и была добавлена соединительная «ХАМЗА», дабы слова не начинала с сукунированной буквы Вот почему мы здесь сказали третья буква «ТА» ФАТХА третья буква «ТА» и будет здесь являться признаком действительного залога Вот почему мы сказали в определении, что признаком действительного залога является фатха первой огласованной буквы, чтобы она охватила оба эти вида. Там, где нет соединительной хамзы, как фатха, и там, где она есть, как иктасаба. То есть третья буква. Если это является признаком действительного залога, где в глаголе говорится о том, кто совершил действие, а не том, на кого падает действие, или, иначе говоря, к кому это действие переходит, то признак страдательного залога состоит из двух вещей, то есть одно целое, состоящее из двух частей. Это кастры предпоследней буквы и лома всех остальных огласованных букв, то есть кроме сакунированных. Например, этот глагол фатха. Здесь признаком является кастры предпоследней буквы та вместе с ломой первой буквы фа, так как здесь больше нет огласованных букв. Последний букв не рассматривается. Еще другой, еще один пример. Туфи, где признаком является кастры предпоследней буквы фа, наряду с домой остальных двух огласованных букв, та и вау. То же самое, например, мы видим глагол устауфера, предпоследняя буква огласованных кастры. Две предыдущие сакунированные буквы, синь и войн, остаются как есть, а все остальные предшествующие огласованные буквы, то есть та и хамзы, будут огласованы домой, устауфера. Осталось сказать, что фатха, то же самое, что и футиха. Это фиалун, сулясийун, муджарадун, сахихун, салимун, мутааддин. Трехбуквенный глагол, без добавления. Правильный, здоровый глагол, является переходным глаголом. Споряжение глаголов страдает термзология то же самое, что и в действительном зологии. Например, футиха, футиха, футиху, футихат, футихата, футихна, футихта, футихтума, футихтум, футихти, футихтума, футихтума, футихту, футихна. Следующее слово это ассама, у модели фаалун. В основе было самавун. Букву вау заменили на хамзу, так как она здесь оказалась на конце после добавленного алифа. Это тоже стандартное, весьма распространенное правило. Замена букву вау и лия, которая имеется на конце после добавочного алифа, за их замену на хамзу. Доказательство того, что сама в основе была самавун, является его множественное число самаватун и другие, например, сумайятун. Приведем другие примеры, например, дуаун от дуаун, в основе было дуаун, вау заменили на хамзу. Бинаун от бинаун, я заменили на хамзу. Джазаун от джазаун, балаун от балаун и так далее. Самаун это исман суласиун, мазидун фиихи, харфун вахидун. Это трех буквы на имя с добавлением алифа после второй корневой буквы. Гайру сахихин, гайру сальмин, неправильное, нездоровое имя. Так как его лам, его третья корневая буква, это буква вау, которую мы согласны правилу, которая гласит, что вау, являющаяся крайней, то есть последней буквой, оказавшаяся после добавочного алифа, меняется на хамзу. То же самое можно сказать и про я. Следует отметить, что слово сама считается в женском роде, на что указывает та утанифисайкен, это суккунированная буква та на конце этого глагола футихат. Следующее слово это фа, который мы пропускаем, так как это харф. За ним у нас идет слово канат, которое мы подробно разобрали в айте инна джаханна маканат нирсада. Мы подробно поговорили там об этом глаголе и его спряжении. Слово абуабан по модели афалун, то есть множественное число слова бабан по модели фаалун. Так, основа бабан это бабубан. Здесь применено известное правило, про которое мы тоже подробно поговорили. Правило гласит, если буква вау или я огласована любой огласовкой, а предыдущая буква огласована фатхой и только фатхой, в этом случае каждый из этих двух букв меняется на алиф. Доказательством того, что бабан основа была бабабан, это является его множественное число абуабан, где мы видим букву вау. Пример для буквы я это набун, клык, в основе было наебун. Я заменили на алиф. Его множественное число это анябун, что указывает на то, что алиф в слове набун в основе была буква я. Аллаху альм. Значит бабан у нас это гойрусахихун, гойрусальмин. Так как его срединная или, скажем, вторая корня буква является слабой буквой вау. Аллаху альм. 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 Аллаху альм.